всем привет сегодня поговорим об обновлении версии linux mint made 17.2 до 17.3 ну первым делом что сделаем вот заведем сюда командочку нажмем enter заведет имя пользователя во всех моих сборках имя пользователя и и пароль всегда одни и те же юзер после установки вы можете себе изменить пароль на любой другой устанавливаем вторую команду нажимаем yes здесь мы нажмем yes yes и yes итак заведем теперь две команды на которые поменяют название репозиториев рафаэлы на роза ну а теперь заведем еще одну командочку обновить заведем следующую команду апгрейт обе они по смыслу очень похожи апдейт апгрейт в любом смысле это обозначает обновление так ну ждем ну и теперь введем еще одну командочку и ждем ну вот здесь мы ответим yes итак итак обновление сделано я завожу последнюю команду на перезагрузку и запомните вот посмотрите linux min 17.2 рафаэла ядра шика 3.16 значит после перезагрузки посмотрим какие произошли изменения итак смотрим у нас значит мэйт поменялся на 17.3 и адрошка с 3.16 заскочила на 3.19 что как говорится и требовалось доказать но учитывая наши постоянные проблемы с файликом каспер мы сейчас посмотрим какая же у нас сейчас стоит его версия заведем каспер ну вот все ясно и понятно надо убирать в нашей версии 1.340 иначе систембак работать просто напросто не будет так ну что у нас тут такое файл ну выйти ну попробуем я перед этим загрузил файли каспер так если он выдает ошибку значит здесь синаптик начинает ну хорошо давайте посмотрим здесь наберем юзер пробуем пройти через менеджер пакетов и посмотреть что там происходит наберем каспер ну вот он у нас не удалился а я его хочу удалить подтверждаю ну вот пусть он его удаляет то есть вот на похоже на мэйте файли каспер корректно удаляется только через менеджер программ ну посмотрим файлик удалился ну и теперь будем обратно пытаться его поставить загрузки каспер не нужна нам последняя версия а нужна именно та, которую мы и ставим завожу я пароль юзер и пусть он поставит ту версию файлика каспер которая нам нужна поставили ну пойдем ну куда ну давайте пойдем да нет давайте в синаптик пойдем посмотрим что происходит с каспером заведем пароль вот я завожу здесь каспер вот нам надо еще поставить лупин каспер применить вперед из песни ну все как полагается поставилось и на удивление ах ты я поспешил ну ладно какая разница или через менеджер программ или через синаптик мы поставим переставим систем баг значит завожу я парольчик здесь заведем систем баг enter и вот видно что там всякие прибамбахи от него подсоединились а вот сама программа то вот ее мы будем вставить и вот сейчас вот этот значок вот у нас уже поменялся то есть практически программа систем баг установилась переустановилась ну проверяется легко идем сюда менюшка на русском языке значит все будет с кракозябрами здесь я пишу юзер сразу бегу в настройки и меняю язык чтобы не было кракозябров на английский ну здесь еще могу заскочить в исключение посмотреть так да поудаляю все так что у нас тут есть вот такого интересненького что еще можно удалить это вроде бы нормально все ладно вот теперь я должен перестартовать систем баг чтобы когда я снова его стартую чтобы было все на узком на английском языке вот когда я его уже перестартовал и меню у меня уже на английском языке я здесь пишу значит свой парольчик и здесь мы значит сделаем пробную менюшку пробный изообраз и проверим его на виртуальной машине итак создание образа закончилось около двух целых и восьми десятых гигабайтов это заняло но у нас есть надежный и действенный способ проверки работает это или не работает заведем здесь актуальная коробочку а вот здесь я сделаю значком запуска так новая версия релета поля да ради бога мы сделаем это и попозже итак появляется меню загрузки нажмем enter не будем ждать ну и здесь как говорится ясно видно и без дураков что образ который создала программа system bug он загружается ну а если он загружается значит файлик casper работает нормально программа system bug работает нормально собственно что нам и требовалось доказать выключаем ну и сделаем еще проверку настройщика загрузки заведем наш парольчик бург менеджер ну вот он показывает там разные варианты как говорится там загрузки у нас все настроено еще в другой моей программе в ценамоне поэтому я менять меню настройки не буду теперь значит посмотрим вот еще разочек на программку вот единственная новинка из-за которой весь сыр борта ничего нового особенного я больше там и не увидел в новой версии вот заводим значит юзер и вот поменять зеркала по умолчанию значит стоит у них американское а здесь выдает зеркала в порядке убывания по скорости ну вот самым скоростным является англия ну вот ее я и поставлю обновлю крышек да и закрою ну проверю еще раз уровни вот смотрите у меня всегда только два уровня включено и обновление ну вот ну ну ребята ну ведь идиотизм же ну посмотрите ну каждые два часа менять проверять на это самое и так далее обновлять да не надо система настолько надежная что достаточно этого делать ну там раз в месяц вот и все не надо уподобляться обезьянке компьютер для человека а не человек для компьютера я понимаю для чего это делают разработчики чтобы к ним больше откликов сыпалось чтобы они там могли совершенствовать и так далее но если будет сказать нормальный пользователь а не продвинутый вот этого вам хватит за глаза и за уши ну и обычно я значит так сейчас вот я отключу виртуальную коробочку вот почему-то здесь какой-то дефект при загрузке сама собой выскакивает на экранчик папочка загрузки ну бог с ним значит я хочу поставить сюда программку которая как говорится себя зарекомендовала сейчас только я подключу диск вот вот этот и мы этот файлик откроем команды видео значит для терминала установка программ вот 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 эта программка значит заслуживает того чтобы находиться как говорится на вашем ящике смотрите вот я выделяю первую команду встаю встаю кликаем кнопкой мышки здесь enter вот видите я завел команду неправильно я пропустил буковку с и все и не пошло снова снова ставлю но уже полностью требует пароля до ради бога заведем пароль enter нажмем enter заведем вторую команду на обновление ну и подготовим третью команду на установку вот таким вот образом но я в английской раскладке я буковку есть напишу очень хорошая программка полезная я называю ее пылесосик то есть она позволяет почистить ваш компьютер вот она таким образом выглядит и я могу ее здесь сделать значком запуска запуска то есть закрепить тут пишется что может быть сделано я сразу бегу вот в очистку система и тут много чего там у меня вон находится ненужного а потом мы специально посмотрим старые ядра которые у нас еще останутся ну заведем юзер вон сколько она поудаляла ну да ради бога я еще раз заведу пароль ради такого дела то и параметры пакетов я уберу вот посмотрите сколько осталось старых ядер а у нас ядро вот 3.19 ну и что с ними делать то убираю что их тут хранить то прыжок мы уже как говорится новую ступеньку сделали так что смысла нет уже хотя по желанию можете как говорится взять их там и оставить ну и пока там все доделать значит вот я еще скажу такую вещь да моя сборка ну как бы базовая то есть она очень хорошо русифицированная поэтому если вам какая то программа не понравится да вот тот же кайродок не понравился пошли в менеджер программу или в синаптик набрали название кайродок да и удалили его если он вам не нравится то мешает но вы по крайней мере избавлены от необходимости устанавливать и настраивать многие программы потому что у меня значит здесь очень много программ то сидит вот в интернете только сидит и Dropbox и Skype и TeamViewer кстати TeamViewer ну вообще великолепная программа для управления рабочим столом человек один может сидеть в Америке другой сидеть в России и они могут друг другу помогать посмотрите мои видеоролики как через программу TeamViewer я людям это самое там помогаю установить программы там или даже операционную систему как делать разметку жесткого диска и так далее да нет проблем а дальше ну Dropbox там омега я уж не говорю скайп ну сами понимаете всемирно известная программа при помощи которой люди могут говорить бесплатно часами друг с другом с людьми из разных стран еще и показывать друг другу как говорится себя по видео по веб камере ну это же вообще просто великолепно ну ладно подождем когда удалятся все старые пакеты это время занимает дальше продолжим ну в конце концов программа удалила старые ядра долго было минут там или две где то ну а теперь пишут что система очищена ну кэшик можем почистить потому что я эту сборочку под настрою закину ее на на вебу и на меге вы сможете ее скачать значит скачать можно будет каким образом вот идете сюда вот идете сюда заскочите на мегу вот у меня папочка уже подготовлена у кого вот этой вкладочки не будет и кто не будет знать как ко мне на блог попасть вот автор сборки Алексей Романов и адрес просто забьете его в адресной строке и все равно попадете ко мне на мой блог и через мой блог сможете попасть ко мне на кладовочку попали ко мне на кладовочку вот линукс сборки и вот линукс мэйд 17.3 открыли вот папочка пока еще пустая я значит под настрою сборку для пользователей когда все это дело я значит сделаю как вы зайдете в эту папочку и увидите в ней файлик это будет означать только одно что вы можете как говорится его уже скачивать ставить к себе на флешку проверять и так далее но основные настройки здесь уже сделано то есть тут масса труда как говорится сделано до вас и поставлены все необходимые программы там и по настройке и вот коночки сделаны русские для вас а мне нравится вам конки да вон отключили их моментально и все и наслаждайтесь чистым экраном надо вам длинные иконки да какие проблемы вон поставят длинные иконки у вас длинные иконки будет все нормально показывать то есть поймите правильно что я даю эту сборку ну так стараюсь ее наполнить содержимым но если что он не нравится вы всегда вон заскочили или в синаптик или менеджер программ нажали удалить и оно все удалится но основная масса как говорится там как настроить там флажки в клавиатуре вот alt shift допустим смотрите вот вроде бы не работает вот болезнь это самая мэйта но если вы заскочите в любой текст вот смотрите что будет происходить значит ну как правило вот все здесь меняется в любом текстном редакторе вот у мэйта меняется клавиатура это вот одна только болезнь умыта я знаю а так сама по себе операционная как говорится рабочий стол великолепный ну вот у него вот такая вот есть штучка иногда пытаешься вот нажимаешь alt shift а вот видите не меняется ну все рабочий стол плохой зашли вот сюда опять таки alt shift нажимаете все даже alt shift у меня заработал но обычно вот в любом текстном процессоре у меня флажки переключения клавиатуры так сказать работают нормально с чем это связано я там не знаю и разбираться не собираюсь ну для пользователей кому нравится мэйт ну для них это скажем ну такая мелочь что яйца выйденного не стоит почему да потому что людям просто нравится вот это вот рабочая среда и все то есть я специально делаю этот видеоролик по переходу на новую версию линукс мэйта для людей которым именно нравится мэйт потому что он лично мне нравится цинамон по результатам опросов кстати вот посмотрите за цинамон было отдано значит 57 процентов голосов мэйт стоит на втором месте на третьем стоит xfce и кд стоит на значит последнем месте кд я по своим личным причинам как говорится просто в этот список даже и не включаю потому что он мне не нравится тем что у него нижняя панель очень жестко закреплена внизу и никуда не двигается вот из-за такой мелочи мне уже значит кдешка не нравится но это опять таки мои пользовательские предпочтения и они не должны оказывать влияние именно на ваш вкус то есть в основном я показываю и вот запомните раз и навсегда что во всех своих видеороликах что там я где показываю рассказываю это я показываю как установить и настроить но никогда не влияя на ваш вкус всегда только вы выбираете нужно вам это или нет ставить это или нет вы взяли мою готовую сборку вы ее скачали что-то вам не понравилось взяли часть программ которые вам просто напросто но не нужны поубирали а то что вам нужно а не было взяли и поставили ну вот это вот как базовая основа почему потому что все это дело англоязычное тут значит там именно русский сопрягать и так далее ну скажем так деморойно а здесь у вас все нормально пошли в офис допустим ну вон что там открыли вот этот офис тоже интересная особенность первый раз открывается он значит долго видите все на русском языке вот без проблем но а вот теперь посмотрите я тот же офис беру и запускаю да любой раз и моментально я бегу в те же таблицы моментально то есть вот у них как-то сделано так что они после там второй третий загрузок они уже вообще моментально грузится и открывается вот такие вот вещи ну в общем так я считаю что для линукс мейта я сделал хорошее дело показал вам как обновиться на новой версии пока там они будут чесаться вот и сборочку я думаю что ну будете периодически заходить ко мне на кладовочку проверять как только увидите в папочке на меге что там появилась уже скажем линукс мейт вот 17.3 появилась какая-то запись ну возьмите как говорится скачаете поставите и все вот ну ладно все желаю всем всяческих удач успехов и до новых встреч